Привет, друзья! Это Лео Клавишник, Feel of Danger, и у нас для вас, для разнообразия хорошей новости, мы завершили работу над очередным треком, который получил название Red Wine, то есть красное вино. Представьте, что вы вышли на балкон с бокальчиком красного вина, смотрите на закат, легкая светлая грусть, но ни печали, ни горе. Что-то такое, воспоминания о былых днях, возможно, о чем-то, что не случилось, не сбылось, но уже сейчас не так вас волнует и не так болит. Скорее, это уже просто вызывает какие-то эмоции ностальгические, и вы улыбнетесь и отпустите это, и грусть об этих былых временах. Закончится так же быстро, как и бокал красного вина. Вот примерно такое настроение мы хотели передать в данном треке. Здесь автором выступил в основном я, хотя, как и в предыдущей вещи, где автором был Александр, и во всех вообще наших вещах, авторство вещь очень условная, поскольку каждый работает и над своими партиями, и над партиями коллеги, безусловно. И авторство, повторюсь, это во многом условность. Вещь некоторым образом продолжает линию таких более, ну не скажу простых, но может быть более условно понятных среднестатистическому слушателю вещей. Мы уже несколько таких сделали, и планируем продолжить эту линию. Это не значит, что не будет каких-то экспериментов, что мы не будем вас удивлять, раздражать, возможно, пугать. Нет, это все тоже, конечно, будет, но вот сейчас мы сделали несколько таких более приземленных, что ли, вещей. Более где-то мейнстримовых, может быть. Хотя все равно это все через нашу, через призму нашего понимания проходит и обретает все равно некие такие слегка волшебно-загадочные формы, что ли. Так получилось и с этой вещью. По инструментовке она не напоминает предыдущую вещь. Да и по настроению они, пожалуй, разные, но где-то вот некая структура, некий посыл у них, как ни странно, сочетается, несмотря на все различия этих вещей. В данной композиции Александр использовал свой новоприобретенный фендер мексиканский, который показал себя в записи очень здорово. И хоть гитары в данной вещи не очень много, но она играет очень важную роль. И с возложенными на них задачами и Александр, как исполнитель, и фендер, как инструмент, справились блестяще, по-моему. Но судить, конечно, только вам. Сейчас вещь отправляется на сведение мастер, а затем уже мы будем делать с помощью нашего коллеги Виктора Королькова видеоролик. К слову, у Виктора теперь есть колонка на моем канале «LeoStef». Все через букву «И» и «LeoStef». Заходите, там много всего интересного про технику и не только. И вот у Виктора теперь тоже есть своя колонка, своя рубрика «Дневник админа». И там он, я надеюсь, расскажет о том, как делать видео на подобные музыкальные произведения. На примере вот этой вещи вы сможете увидеть эту кухню, увидеть, как рождается то, что вы потом наблюдаете. Что вас радует, огорчает, раздражает. Не знаю, какие еще у вас это эмоции вызывает. Главное, чтобы какие-то вызывало. Это самое важное. Так вот, вы сможете увидеть, как все это рождается. Заходите, буду всех рад видеть на канале «LeoStef». Ну, а на этом канале, безусловно, результат этих трудов вы тоже сможете увидеть, как и на моем канале, видеоролик на данную вещь в обозримом будущем появится. Ну, как всегда, наверное, аудиоверсия появится на различных наших площадках чуть раньше, чем видеоверсия. И вы сможете оценить аудиотрек. Я думаю, уже совсем-совсем скоро, как только завершится сведение и мастер, ну, я думаю, это слишком много времени не займет. Ну, что ж, друзья, надеюсь, вам понравится наша новая вещь – Red Wine. И желаю вам всего самого доброго. Пусть у вас все будет хорошо.